Тактика ведения онкологических пациентов с депрессией. Также и тактика сопровождения больных при этом лечении, что чрезвычайно важно и интересно. Следует сказать, что ситуация онкологического заболевания всегда вызывает психологический кризис. Одна из характеристик психологического кризиса – это разрушение картины мира. Прежняя картина мира, которая существует во внутреннем мире человека, она разрушается. И в первую очередь это связано с тем, что возникает ощущение, разрушается ощущение безопасности. Человек, мир становится для него более опасным. Разрушается иллюзия бессмертности. Онкологическое заболевание актуализирует экзистенциальные проблемы человека, которые существуют у всех людей во время заболевания. Однако они не всегда осознаются, но всегда носят мучительный и тягостный характер, который проявляется в настроении, в состоянии человека. И если ссылаться на американского психолога Ирвина Ялома, то можно сформулировать четыре основные данности, основные экзистенции, которые возникают у человека, которые актуализируются. Первое – конечность жизни. Это свидетельство о том, что человек хочет жить и знает, что он смертен. И онкологическое заболевание как раз создает угрозу жизни человека. Свобода выбора и ответственность. И это говорит о том, что человек в ситуации онкологического заболевания оказывается как бы вне системы, которая за него принимала бы решение. Ему очень хочется быть в системе, чтобы кто-то за него принял решение. Решение, где лечиться, как лечиться, вообще лечиться ли. И он очень рассчитывает, что в этом отношении этот вопрос решат врачи или родственники. А на самом деле вопрос решает он сам. И ответственность за решение принимает тоже сам человек. И это сопровождается переживаниями. Одиночество. Следует добавить, что по природе своей человек абсолютно одинок. Всегда. Но в ситуации обычной жизни он этого не замечает, поскольку он включен в круг разного общения. И вот в ситуации онкологического заболевания, когда возникает ощущение, что никто меня не может понять, возникает экзистенциальное одиночество. И, наконец, поиск смысла жизни. Онкологическое заболевание, ситуация онкологического заболевания ставит под сомнение часто все те ценности, ради которых жил человек. Ставит под сомнение тот смысл жизни, который сопровождал человека в жизни. И начинается мучительный поиск, ради чего стоит жить, для чего стоит жить. И это сопровождается также мучительными переживаниями. Таким образом, все то, что я до этого сказала, свидетельствует о том, что есть предпосылки для возникновения депрессивных расстройств. И депрессия – это очень часто возникающее психическое осложнение онкологического заболевания. И депрессивное состояние больного создают факторы, являются факторами риска суицида. Для суицида характерна триада – наличие кризиса, наличие депрессии и амбивалентность. И в данном случае у онкологических заболеваний есть все составляющие этого фактора, вот этой триады. Есть наличие кризиса, депрессия, вызванная кризисом, и амбивалентность. То есть одновременное возникновение противоположных чувств – хочу жить и не могу жить. В частности, можно привести пример одной из пациентов, которая сказала, что стоит ли жить, если вся жизнь химиотерапия. И вот такие высказывания бывают распространены среди онкологических пациентов. Следует сказать, что депрессия возникает у большинства онкологических больных, и только она носит разную степень выраженности. Если измерять, то это может быть как бы один балл или наивысший уровень 50 баллов. И следует сказать, что если в обычной жизни депрессия у женщин возникает чаще, чем у мужчин, то при онкологическом заболевании уравнивается и мужчина, и женщина при наличии депрессии. Какие же существуют факторы риска депрессивных расстройств у онкологических пациентов? Это выраженность заболевания, инвалидность, коморбидные соматические заболевания, депрессивный анамнез, семейный анамнез депрессии, неконтролируемая боль, отсутствие социальной поддержки и переживания недавней утраты, которые может быть у человека. Вот это факторы риска. И депрессия может возникать на любом этапе лечения онкологического пациента, на любом этапе заболевания. И следует добавить, мы проводили исследования, сравнивали больных, депрессии больных, которые лечились в институте, они испытывали боль фантомную в основном, и исследовали больных, которые были в хосписе. И надо сказать, что больные в хосписе, у них не было боли, потому что она была снята, болевой синдром был снижен. Однако же уровень депрессии в хосписе был гораздо выше, чем у пациентов, которые лечились в институте. Критерием, следует добавить, это очень важно, критерием психического расстройства является и считается, это невозможность человека приспособиться, адаптироваться к жизненным обстоятельствам. Это общий критерий любого психического расстройства. В настоящее время следует добавить, что в настоящее время понятия психического расстройства, границы этого понятия, они размыты. И очень трудно отличить, что является еще нормой, а что является уже патологией. И это касается также и онкологических заболеваний. Одним из критериев успешной адаптации, то есть мы знаем, что перед человеком стоит задача адаптироваться к изменившейся ситуации, к ситуации заболевания. И вот одним из критериев успешной адаптации является принятие злокачественного характера заболевания. И принятие злокачественного характера заболевания носит стадийный характер. И многие из вас знакомы, вот эти стадии, которые здесь на слайде изображены, и для многих они знакомы. Я хочу обратить внимание только на одну из стадий, на стадию депрессии. То есть для того, чтобы успешно адаптироваться, у человека в норме может быть депрессия. Потому что это одна из стадий, если разрушается всё прежнее, для того, чтобы создавать что-то новое, нужно испытывать какие-то переживания. Определённые переживания и депрессия – одно из таких переживаний. И врачу, что важно врачу? Врачу уловить, заметить тот момент, когда нормальная печаль или дестресс переходит уже в клиническую депрессию. И именно вот этот момент очень важный, перехода, когда уже не норма, но уже патология. И очень важно обратить внимание, какие же есть риски, оценка рисков, оценка депрессии, депрессивных симптомов у онкологических пациентов. В первой части, среди этих симптомов, указанные симптомы в результате депрессии возникает, можно сказать, носит характер, именно выражается в чём? Потеря аппетита, ухудшение сна, утомляемость, психомоторная заторможенность, апатия, сниженность концентрации внимания. Вот эти симптомы, они могут быть связаны с депрессией, но они также могут быть связаны, и это тоже связано с выраженностью заболевания и самим характером заболевания. Проводились исследования, и они показывают, что при некоторых локализациях заболеваний депрессия выражена сильнее. В частности, это больные с опухолями головы и шеи, с опухолями молочной железы, лёгкого и те, у кого рак поджелудочной железы. И лечение. Сами по себе химиопрепараты типа интерферон, венкристин, циклофосфан и многие другие, они сами по себе вызывают депрессию. То есть эти симптомы, которые перечислены выше, они могут быть связаны с заболеванием и с лечением. Но есть ещё ряд симптомов, которые характеризуют именно клиническую депрессию, и на них очень важно обращать внимание врачу. А именно дисфория, то есть мрачное настроение в противоположность эйфории. Ангидония, то есть невозможность испытывать удовольствие от жизни. Всё то, что было раньше, уже не приносит удовольствия. Особенно обратите внимание на чувство беспомощности, чувство безысходности, чувство безнадёжности, чувство чрезмерное или необоснованное чувство вины и суицидальные мысли. Вот эта последняя группа симптомов, она как раз характеризует клиническую депрессию. Таким образом, выявление и лечение депрессивных расстройств очень важно. В чём оно помогает? Во-первых, повышает приверженность больного к лечению. Далее, повышает качество жизни, улучшает качество жизни больного и снижает некоторые осложнения, некоторые последствия заболевания, в частности, включая самоубийство или ожидание скорой смерти или суицидальные мысли. То есть выявлять и лечить депрессивные расстройства необходимо. Как же лечится депрессивное расстройство? Фармакологически это антидепрессанты, но они, к сожалению, имеют и побочный эффект. Во-первых, нет мгновенного результата лечения, требуется длительное лечение и есть, в частности, такое сложнее, как увеличение массы тела. И это не всем нравится, так скажем. И психотерапевтическое лечение. Психотерапевтическое лечение – это всеми признанные в настоящее время методы когнитивно-поведенческой терапии, поддерживающая терапия, групповые виды терапии в виде экспрессивной и когнитивно-экзистенциальной психотерапии. Очень важно, чтобы было сочетание методов того и другого и фармакологического, и психотерапевтического методов лечения депрессии. Однако следует учитывать, что сама по себе психофармакологическая помощь, имеется в виду антидепрессантами, она недостаточно для того, чтобы больной вылечился. Она меняет эмоциональное состояние человека, она меняет его эмоциональный фонд, однако она не… Если использовать только одну фармакологию, то у человека нет возможности проработать те сложности, те трудности, психическую травму, которые нанесло ему онкологическое заболевание. То есть он не может обращаться к своей личности. Проблема остается внутри его. И часто фармакологическое лечение может носить только кратковременный характер, а не является постоянным изменением отношения к личности, к себе, к жизни. Таким образом, возникает вопрос, как же… Ведь врач-онколог не является ни психиатром, ни психотерапевтом, ни клиническим медицинским психологом. Что он может сделать? Может ли он помочь пациенту? В настоящее время, когда в службе онкологических появились психологи, то очень часто врачи пытаются не замечать состояние пациента, отправлять его прямо как только они чувствуют, что у больного слезы – психологу, у больного что-то – психологу. Но может ли сам врач помочь? Может ли сам врач, имеет ли он возможность и какие способы он может использовать и действия свои при лечении онкологического пациента с депрессивным расстройством? И в первую очередь хочется сказать, что давайте начнем с того, что обратимся к самому врачу. У врача есть техника. Все мы ей владеем, наверное, в разной степени, но она существует. Это техника, которая называется слушание. Врачу важно слушать себя, и врачу важно слушать пациента. И на слайде изображен китайский иероглиф, обозначающий слушание, и как раз именно умение слушать позволяет справиться, позволяет помочь пациенту преодолеть психическую травму. Это, может быть, один из самых важных и нужных методов, так скажем, использования слушания при работе с травмой. И если посмотреть, вот этот китайский иероглиф, он состоит из более мелких иероглифов, которые обозначают ухо, глаз, сердце, сосредоточенное внимание, тон голоса и так далее. Это говорит о некоторых невербальных проявлениях. Для врача важно уметь слушать пациента не только ухом, так скажем, но и глазами. То есть видеть, как он проявляется невербально. И представим себе на минуту, что перед врачом сидит пациент невербально, как он проявляется. У него пациент с трудом поддерживает разговор, речь его односложная, отвечает на вопросы, вернее, отворачивается от собеседника, происходят частые вздохи, сжимает кулаки. И врач видит такого пациента, это как бы одни из симптомов невербального проявления депрессии, безысходности человека, безнадежности. Но при этом врач видит также, вот тут я назвала, что это вербальные проявления, конечно, они не совсем точно, это могут быть не только вербальные, но и невербальные проявления. И перечислим то, что было раньше, это дисфория, ангидония, чувство безнадежности, чувство беспомощности, чувство вины и суицидальные мысли, выражаемые или невыражаемые, но заметные врачу. Вот врач видит такого пациента. Как врач начинает себя вести с этим пациентом? Каковы ошибки врача? Врач становится очень бодрым, веселым и старается нейтрализовать состояние пациента. Это одна сторона. Обратите внимание, и очень часто можно сказать, что, ну, я приведу пример, который рассказывает пациентка. Врач ей говорит, Мария Ивановна, если честно, дела ваши жесть, но вы не переживайте. Или другие высказывания врачей. Все будет хорошо, вы не волнуйтесь. Или третье, не задумывайтесь, о вас думает врач. Зачем вам забивать голову какими-то мыслями и так далее. То есть, что мы можем сказать? Вот в этом поведении врача оно неправильное, оно ошибочное. Но врач пытается отодвинуть себя от пациента. Он как бы не замечает того состояния, в котором находится пациент. И есть вторая категория поведения врача, второй вариант поведения врача, когда врач очень жалостлив. Он с участием относится к больному. И он видит, себя чувствует спасателем, а больного видит в виде жертвы. И вот эта жертвенность, когда пациент себя чувствует жертвой, усиливается его состояние беспомощности и безнадежности. И это состояние также неправильное. Это поведение врача также неправильное. И получается, а что же делать? Какой же выход у врача? Как ему вести? Как выбрать? Какую тактику поведения выбрать между первым и вторым? Или какую-то третью тактику поведения и такой тактикой адекватной поведению является ситуация, когда врач находится в своей профессиональной позиции. Для этого очень важно, чтобы врач ответил мысленно, себе, честно на вопрос, кто я по отношению к пациенту? Зачем я лечу этого пациента? Для чего? Кто я? Для чего я с ним общаюсь? И вот именно профессиональная позиция позволяет формировать свое отношение к профессии. И одно из проявлений профессиональной позиции является ответственность, мера ответственности врача. Ответственность не только в том, как он лечит пациента со стороны медицины, но и как он взаимодействует с пациентом. Это очень важно, если врач понимает ценность и значение своего взаимодействия для пациента и, надо сказать, для самого врача то же самое. И таким образом принципом эффективности, эффективного взаимодействия врача с пациентом является такой принцип. Быть прежде чем делать и говорить. О чем это говорить? Быть – это значит находиться в позиции врача. И вот если врач находится в позиции врача, если он есть, если он соблюдает это быть, то он может быть чутким, он может быть спокойным, он может быть энергичным, но в той мере, в которой требуется для депрессивного, для испытывающего безнадежность пациента. И от того, каков он есть, если он быть, то он будет делать. Что он будет делать? Он дает пациенту возможность самому рассказать о страхах, а не предполагать, какие у него могут быть страхи. Он считает, что не все безнадежно, и он ищет возможности, как найти надежду для пациента. И дает пациенту хотя бы частичную надежду. И он при этом, когда врач в состоянии быть, то он всегда найдет нужные слова, которые необходимы именно этому пациенту, именно в данное время. И вот в данном случае, как в качестве примера, это не обязательно правильно такие слова говорить. И их надо записать и выучить. Вовсе нет. Но это как один из вариантов. А почему вы решили, что ваш случай безнадежен? Почему вы, кто вам об этом сказал? Бывали ли ваши состояния такие раньше в жизни? Очень важно, чтобы нередко врачи говорят так, если пациент спрашивает что-то о своем лечении, о возможных последствиях или прогнозе, врачи говорят, а что вы хотите? Медицина вообще гарантий никаких не дает, особенно онкология. И вот это, такой разговор, он как бы опять же отдаляет врача от пациента. Можно сказать в таких случаях совершенно иначе. Можно сказать, что сейчас у вас очень трудная ситуация. Для вас очень важно пережить эту ситуацию. И мы можем вам помочь быть в этой ситуации. И мы выделяем несколько составляющих, которые очень важны для взаимодействия врача и пациента. Что важно врачу для эффективного взаимодействия? Это знать, понимать ситуацию онкологического заболевания. Я хочу подчеркнуть. Знать и понимать, но не вовлекаться. Иногда некоторые врачи считают, что знать и понимать, это значит быть вовлеченным в эту ситуацию. Нет, это противопоказано. Не вовлекаться, не идентифицироваться с пациентом. Потому что это все мешает врачу осуществлять его медицинскую деятельность. Поэтому знать, понимать, но не вовлекаться. Максим Семеновна, наш регламент. Все, да? Вы извините. Так, адекватное информирование больного, сейчас закончу. И эмоциональная поддержка больного врачом. Вот эти вещи, которые, если врач их адекватно использует, то это дает возможность им исправиться с любыми ситуациями, в которых может находиться его пациент. Я хотела показать еще литературу, которую я использовала. И спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.